Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Познакомился с парнем, виделись несколько раз. При встрече их проявлял активность. Интерес при общении в смс тоже. Последний раз мы договорились о встрече, это бы его была инициатива, но она так и не состоялась. Плюс он не потрудился сказать, что у него поменялись планы. И в принципе прослеживалось какое-то охлаждение. Мог читать сообщения и отвечать. Это было, но не так нагло в течение рабочего дня. Тут как-то объяснено. Последний раз он так и не ответил. Прошло 3 дня, я напрямую спросил его об этом. Сказал, очень занят, много раз будет просто, иногда забывает отвечать. Но он заходит в сети довольно часто, что не позволяет сказать о сумасшедшей занятости человека. Я не знаю как быть. Что мне сделать в этой ситуации? Почему он так себя ведёт? Помогите, пожалуйста. Смотрите. Здесь, на мой взгляд, есть несколько... ключевых элементов. Первое. Это то, какое значение для вас имеет человек. Вот. Мне показалось довольно большое. Несколько неизмеримо с тем, сколько вы друг друга знаете. Какое значение для вас имеет человек. Какое значение для вас имеет отношение. То есть, как будто бы вам очень важно быть в отношениях. Если это чувствовать. Вот. как будто бы, вот, вы пытаетесь, да, вы пытаетесь, как будто в отношениях что-то для себя, ну, может быть, не получить, но, вот, если это доказатель добиться. Это первое. Да, то есть, глобально, это вот история про то, что вам мешает просто признать, что парень, общавшись с вами, да, понял, что вы не совсем, грубо говоря, подходите друг к другу, да, и просто, как бы, ну, просто решил с вами больше не общаться. Ну, как бы, вот, нормально. Люди, вот, узнали друг друга, да, получше и поняли, что не подходят, как бы, друг другу и просто, вот, решили общаться, перестать. Вот, почему вам сложно этот момент признать. Вот это вот то, что нужно в данном случае разобрать. Это первое. Второе. Значит, у вас прослеживалось такое слово, как наглость, и еще я могу сделать вывод, что у вас есть определенные ожидания от человека. Это больше про то, что вы сами хотите, если мы говорим про то, чего вы ждете у другого человека. Это то, чего вы сами хотите, но при этом, как бы, ответственность за вот то, что вы хотите, перекладываете на него, на мужчину. Вот, если вы ждете, что он будет к вам внимателен, вы ждете, что он будет к вам проявлять интерес, вот. А когда этого не происходит, или когда у человека есть свои дела, да, вы на это реагируете болезненно. То есть, с одной стороны, вас это, получается, может быть, задевает, да, а с другой стороны, получается, что вы ждете другого к себе отношения. Соответственно, с тем, как вас это задевает, нужно поработать, чтобы это исправить, чтобы вас не задевало. Ну, в смысле, все равно будет неприятно, но, по крайней мере, вот так реагировать не будете. И с ожиданиями, чтобы как-то, с одной стороны, и не ожидали от человека, да, чего-то, а с другой стороны, замечали свои желания, которые лежат в основе ожиданий. Чтобы вы более свободны и независимы были в отношениях, да. Следующий аспект, насколько интересна ваша жизнь, там, вот, мне показалось, что вы прямо центрируетесь на мужчине, то есть, он для вас стал самым важным. Может быть, это вытекает только из текста, и на самом деле не так, но, по крайней мере, задать вопрос об этом я должен, да, узнать, вот, насколько вообще, вот, вам интересна ваша жизнь, насколько вы интересны сами себе, вот. А дальше, что между вами и парнем общего, то есть, то, что вы познакомились, да, во-первых, сколько времени просило вас в момента знакомства, сколько вы знаете друг друга. Во-вторых, что вас связывает, что вас объединяет, что между вами общего, это тоже очень важно, потому что, если общего немного, или если познакомились недавно, то, соответственно, как бы, связь слабая. И последнее, вполне вероятно, что мужчина ощутил, что вы на него давите, вот, тем, что, как бы, требуете от него внимания. И, что называется, ему стало вас слишком много. Вот, такое тоже может быть. Поэтому тут, наверное, вот еще, может быть, поработать над границами, чтобы и свои границы, да, не нарушать, и в то же время не нарушать границы другого человека. Вот, а то вы как-то вот, э-э-э, уже оцениваете, да, как-то вот, значит, оцениваете поведение человека, что он мог бы, что он не соответствует. Это его жизнь, это его жизнь, он вправе, как бы, своей жизнью распоряжаться. В этом смысле вам он ничего не должен пока что, и, соответственно, как бы, он полностью свободен. Поэтому тут вот тоже вопрос личных границ очень важно рассмотреть. Вот, ну, понятно, что все это происходит, как бы, в контексте некоторых ваших личных конфликтов. Например, самооценка, например, допустим, страхов, да, страх, что вы, может, остаться одна и так далее. Какой-то вашей потребности, которую вы, может быть, не замечаете, или боитесь себе признаться, признаться себе боитесь. Вот, или, может быть, что-то еще. Или, может быть, глобального такого вот, неинтересного вас к вашей жизни, к вашей же собственной жизни. Вот, тут нужно тоже смотреть на это. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна вам для формирования изначального направления для беседы, да, для психотерапии. Вот, на основании которой мы уже будем идти дальше разбираться, идти вглубь. Вот, поэтому, как бы, имейте в виду, да, что обратная связь нужна, в первую очередь, вам. Вот, для, так сказать, запуска рабочего процесса, для запуска контакта. Вот, всего вам самого доброго, обращайтесь, удачи, поможем вам выстраивать качественные, гармоничные отношения с людьми. Спасибо.